В данном уроке поговорим об освещении в Blender и о его типах ламп. Итак, как мы уже ранее говорили, когда мы переходим на вид из камеры и нажимаем F12, то мы видим рендер. И видим мы здесь что-либо только потому, что в сцене присутствует источник света. Вот сейчас вы видите у меня в сцене плоскость, на ней стоит куб и у нас падает тень. И источник света, вот он находится, данный объект, это наша лампа. Когда мы его выделяем, вот я выделяю лампу, появляются новые вкладочки, точнее исчезают старые, а новая появляется вот Object Data. И данная вкладка как раз таки отвечает за настройку источника света. Здесь также есть окно Preview, вот оно сейчас показывает как светит данная лампа, указан ее тип. Давайте я для демонстрации сейчас данный объект удалю. И вот на вкладке мира у нас стоит серый цвет, я выставлю полностью черный. И сейчас я произвожу рендер, и у нас абсолютно все черное, мы ничего не видим. Потому что мир черный, источника света никакого нет. Как и все объекты в Blender, с помощью Shift-A, вот есть пункт Lamp, их существует 5 типов. Я добавляю первый Point, подниму его, давайте перейдем на вид сверху. И вот здесь вот так в углу установим нашу лампу. Снова делаем рендер. И вот так как в сцене у нас есть лампа, теперь мы уже видим наш куб и нашу плоскость. Далеко отвел, давайте немножко ближе, чтобы было светлее. Всего в Blender существует 5 типов ламп. Точечное освещение. Это источник света такой, от которого во все стороны происходит равномерное распределение лучей света. То есть как вниз, так и вверх происходит одинаковое количество излучающегося света. Здесь на всех лампах есть два основных таких параметра. Первый это Size. Он устанавливает тип тени. То есть я сейчас установлю размер равным 0. Делаю рендер. Мы видим, наша тень такая же острая, как и наш куб. Если мы увеличиваем данный параметр, тень становится более мягкой. То есть регулируя данное значение, мы можем регулировать, какую тень будет отбрасывать объект от нашего источника света. Давайте поставлю 0.1 пока. И здесь у вас может быть кнопка, опять же, Use Nodes. Если она присутствует, вы ее нажмите. Здесь появляется меню нода. Для источника также используются ноды освещения. Здесь указан тип Emission. Это значит, что данный объект излучает свет. И здесь два основных параметра. Это тип излучаемого цвета и его сила цвета. Я могу белый изменить на желтый. Делаем рендер. И видим, наша лампа теперь светит желтым цветом. И также сила. Сейчас стоит 100. Я установлю 1000. Здесь на превью, видим, стало ярче. Делаем F12. И видим, что наша лампа светит теперь значительно ярче. Если изменить тип на солнце, здесь сейчас все абсолютно белое, так как для солнца значение 1000 сильно большое, выставим единицу. Снова делаем рендер. Результат уже у нас получается следующий. Если мы сейчас выйдем из вида из камеры, мы видим, вот появилась, изменилась тип лампы на солнце. И здесь появилась линия, указывающая направление света солнца. Для данной лампы абсолютно не имеет значения, в каком месте сцены она располагается. Здесь имеет значение лишь направление источника света. Мы с помощью клавиши R можем вращать. Делаю рендер. Все виден. Солнце светит оттуда. Тень падает в данную сторону. Я сейчас просто по оси Z опущу лампу вниз за пределы сцены. Угол никакой не изменяю. Снова делаю рендер. Видите, результат абсолютно идентичный. Как только я поверну куда-то солнце, сразу же тень падает по-другому. Вернем все назад. Пускай солнце светит вниз. И также регулируем параметр Size. Вот он 0. И у нас появляется такая жесткая тень. Это два наиболее часто используемых типа освещения, то есть точечное, point и солнце. Также еще присутствуют типы Spot, Hemi и Area. Spot. Давайте я их все покажу. Это такой тип лампы, как будто свет из прожектора, как видите. В центре виден свет. Вот оно. А все остальное затемнено. Здесь появляются дополнительные параметры. Мы можем размер указывать, регулировать их. Видите, также тип Hemi доступен. Тут также надо уменьшать силу света. Давайте единицу поставим. Hemi светит вот таким образом. И тип Area. Здесь наоборот опять надо повышать. Здесь происходит большое освещение области. Нажимаем M12. То есть, видите, вдалеке все немного более темное. Но в центре происходит освещение нашей сцены. Ну, как я уже сказал, наиболее часто применяется тип Point Sun. Но помимо пяти предустановленных типов ламп, в Blender можно также любой объект назначить источником света. Я сейчас удалю лампу из сцены. Производим рендер. У нас все черное. Но я могу выделить наш куб. Перейти на вкладку материалов. Нажать клавишу Use Nodes. И вот у нас тип Shader Ash. Diffuse указан. Мы можем изменить его на Emission. Это такой тип шейдера был указан у всех ламп. Это означает излучение света. Указываем цвет, который он излучает. Силу здесь регулируем параметр Strength. Нажимаем F12. И мы видим, в нашей сцене светится наш кубик. Он находится на плоскости. И излучает свет. Увеличиваем силу. В 8 раз ярче он у нас стал светиться. При моделировании в Cycles часто вместо ламп в качестве источника света используют плоскости. Их можно удобно располагать, регулировать их размеры. Тем самым, регулируя размеры самой плоскости, мы регулируем область освещения, размеры бликов и тому подобное.